Всем здрасте. I'm from Сибири. Да, я сегодня в шапке. Прошлый раз, на прошлых съемках жена и продюсер затроллили меня что-то типа в помещении, в шапке. Значит, полным-полно те, кто не стебется над прической без шапки. Я же фвоз собрать не могу, обстриг волосы. А мне неудобно, соответственно. Нужен головной убор. В такой одежде и футболке с поварским колпаком, ну я выглядел бы, как и не знаю, как попугай Кеша. В итоге в ресторанах, вы знаете прекрасно, на открытых кухнях, я точно знаю, в Самаре, в Уфе, в Чебоксарах, ребята работают в кепках, в таких, знаете, в алкоголичках, или как они называются, из 90-х такой, такая, когда верхняя часть соприкасается с козырьком. Но часть мясников и людей, которые работают с грилем, работают в таких американских бейсболках, с прямым козырьком. Я эту штуку в Новокузнецке в свое время, в прошлом году приобрел, и она у меня целый год висела, а тут я обстригся, и мне стало удобно носить эту бейсболку. Поэтому я, в общем, сегодня в ней. Да, ну, учитывая то, что прошлый ролик, мы друг на другом, я над троллями постебался, вы постебались надо мной, что типа, что это за название такое. И уже который раз вы пишите в комментариях, а я все жду-жду накала страстей, когда же, наконец-то, мы снимем про лук. Да, сегодня лук. Пожалуйста. Несмотря на все те комментарии, которые я уже предвижу, мол, типа, что там это самое, лук чистить не умеем. Все умеют чистить лук. И вы, и я, и мои коллеги-шеф-повара, и просто повара, и заготовители, и те, кто работают в ресторанах по приглашению из ближнего зарубежья. Вот смотрите, не один раз я сталкивался с одним простым моментом. Я говорю, приходит кто-то или на практику, или просто где-то ты работаешь с чужими поварами, ты говоришь, лук мне начисть. А мне лук нужен, например, для того, чтобы замариновать его красивыми кольцами нарезать и подать его, как украшение, например, на селедочку, круглые колечки или еще что-нибудь. И ко мне приходит повар такой с радостным лицом. Шеф, я почистил, да? Я смотрю на это все и говорю, братан, надо все перечищать, надо все перечищать. А смысл вот в чем. Я сейчас покажу, как делать нельзя, как делать я сам не делаю, и как говорю всегда, не делайте. Люди что, все торопятся, всем нужно, ну что, лук мы же все любим чистить. Берут маленький нож, вот такой коренной или овощной, и делают вот так вот. И начинают его чистить, как картошку. Как картошку начинают чистить. Мы получаем что? Получаем, что у нас закончилась тут кожура, да? Ну, то есть в итоге-то я его почищу, конечно же. В зависимости от того, насколько плотная вот эта шелуха или не плотная, в итоге мы получаем вот такую вот картошку. О, очистилась. Мы получаем вот такую хрень с вырованными зубами, тут клыками, со всеми пирогами. Здесь покоться, ну и все. Но это же лук, его же что там, ну в блендер бросил, но все равно же потом. А для колец такой лук не подойдет. Я всегда говорю, когда вы стараетесь обрабатывать продукт правильно, это нужно иметь такую привычку. Тогда получится, что вы приобрели привычку, и вам не нужно в голове делить и задавать вопросы. А сегодня лук для чего? Для колец? А завтра лук для чего? Для этого? А послезавтра это у нас что? Вы будете пассеровать его или нарезать, или что делать? Чтобы этого не происходило, идеально обработанная луковица сразу создает вам поле деятельности широкое. Значит, что такое идеальная луковица, на мой взгляд? Значит, вот идеальный вариант, как бы я и как я делаю, стараюсь сделать. Значит, срезаем очень аккуратно вот эту корневую часть так, чтобы у нас здесь появились. Да, вот эти вот, ну скажем так, шкурка верхняя отошла. Значит, дальше нужно прям заморочиться и руками, никуда не торопясь, снять верхнюю шкурку вместе с первым слоем луковицы. Вот смотрите, да? И мы оставляем вот эту часть. Вот тогда у нас получается идеально очищенная луковица. Дальше вы с ней можете делать что угодно. Резать кольцами. Вот смотрите, видите, вот отличие. Тут вырвано, мы начинаем резать кольцами. И что мы получаем? Мы получаем ряд колец порванных. Это отход, то есть их нужно либо отправить в жарку, но когда идет процесс на кухне, кто будет перебирать вот это все? Колечки откладывать сюда, а все это порвано откладывать вот сюда. Так никто не будет делать. Соответственно, несколько слоев у вас здесь зацеплены. Это нужно, значит, опять перебрать. Теоретически-то можно этот лук вернуть. А если, знаете, там же строение лука каждый раз разное. От сорта, от того, от всего зависит. Видите, и то я уже резал, резал, и все равно здесь край оборванный. Мне все равно еще надо одно кольцо удалить и отправить в мусор. Ну, не в мусор, я имею в виду, что в переработку в пищевую. Это я все потом использую. Это я никуда не выкидываю. Это все съедобно. Значит, дальше. Узбеки что делают? Они разрезают этот хвостик, говорят, надо всегда оставить. Потому что на плов режут. Они за этот хвостик держат. И хвостик этот выкидывают. Потому что когда хвостик обрезан, тогда нужно держать здесь, нужно все время следить за пальцами. Чтобы этого не происходило. Значит, третий способ. Это способ, когда мы торопимся, и лука очень много. Вот прям реально много. Я сейчас начну плакать, поэтому у меня тут салфеточка. Значит, сразу уже вижу комментарии, как не плакать, когда режешь лук. Значит, сразу отвечу, что чистить нужно быстро, резать быстро и куда-то отправлять его. Скорость. Второй вариант. Это маска. Как бы смешно это не звучало. Лыжная маска. Ой, лыжная, говорю. Дайверская маска, которая закрывает глаза и нос. Через рот вы, даже получая эти пары, вы не будете плакать. Потому что у нас вот слизистая вся реагирует на эти пары. И третий вариант. Кто-то говорит, надо мочить нож в холодной воде, когда режешь. Это значит, представьте себе. Ну, это гениальный вариант. То есть ты вот разрезал напополам, потом помочил, разрезал вот так, потом помочил, потом вот так разрезал, помочил. Ну, что за чушь, да? Вы же сами можете себе представить. Значит, как сделать так, чтобы было удобно, когда лука много. Мы разрезаем луковицу вдоль. Тут же отрезаем вот эти части. Если нам это не для плова, и если нам они не нужны. Когда у нас отрезаны эти части, значит, мы просто берем потом и верхнюю кожурку снимаем разом. Оп, то же самое делаем со второй частью. Ну, у меня здесь, видите, отвалилось в зависимости от лука. Если лук молодой, тут, конечно, она такая, прилипшая получается пленочка. Но сейчас зима. Сейчас навряд ли у кого-то есть молодой лук. Он практически весь одинаковый. Все. В три движения. Разрезали вдоль, попки отрезали, сняли кожурку, все выкинули. Так я всегда делаю, и большинство поваров. Когда мы торопимся, и у нас очень много лука. Ну, бывает такое, знаете, на французский луковый суп. Нужно быстро-быстро нарезать там 2 килограмма лука. И ты прям... Но вообще, по опыту телепроекта Мастер Шеф, когда резали лук, ребята, значит, плакали все в студии. И операторы, и сами участники, и вообще все, кто находился в студии где-либо, 2,5 тысячи квадратных метров, все плакали. Потому что было там несколько тонн лука, и 40 человек просто шинковали лук. Все было вот так. Значит, опыт этого шоу показал, что ровно через 10 минут все плакать перестают. Разом. Раз. И у всех слезы проходят. Через 10 минут вот эти пары перестают раздражать слизистую. Поэтому есть еще один вариант. Вы просто режете 10 минут, а потом перестаете плакать. Вот так. Масса-масса. Раз уж мы тут все на луке зациклили свой взгляд и всевозможные, значит, мировоззрения, всем понятно, да, что есть два типа нарезки. Когда мы режем поперек, мы получаем полукольца. Когда мы режем поперек, хвостик вот здесь, да, волокна все идут вот так, мы режем. Это получается полукольца. Второй вариант, это когда мы режем вдоль. Вот так. Этот вариант я не использую вообще практически никогда. На проекте Мастер Шеф Смир Кадзага у нас тогда возник спор. Он сказал, это перьями. Я считаю, что это не перьями, что это вообще, зачем такая штука нужна, если мы имеем очень толстую стенку, наискосрезанную. Так неудобно. То есть, когда мы режем поперек, мы имеем тоненькую соломку, а когда режем вдоль, имеем толстую. Зачем нам это? Это нелогично, никаким образом вообще в моей голове не укладывается. Я считаю, что перьями, и буду это доказывать всю свою жизнь, что перьями мы, это аналог арбузным долькам. Когда мы ставим его на попа, или делаем это лежа, вот у кого там рука набита, главное, что мы получаем вот такую вот арбузную дольку, ну, если бы это не был лук. Она с одной стороны, видите, вот тут к центру она тоненькая, а с этой стороны она довольно толстая. И у нас получается, что часть перышек, во-первых, они у нас получаются такие, конусообразные, во-вторых, именно так режут перьями. И когда я с поварами работаю и рассказываю им о том, как мне нужно, чтобы нарезан был лук, я им показываю. Перья это вот так. Либо на попа ставите, и пошли. То есть, в принципе, когда мы имеем, значит, луковицу, то нарезать перьями, в принципе, это не долго. Зато вот такая очень хорошая нарезка. В салаты активно используется. О, слезы пошли. И, соответственно, используется для жарки, для тушения. Потом в казан активно идут эти все вещи. И последний вариант, это когда мы имеем дело с высокой кухней, с классической нарезкой, как сделать лук так, чтобы он был мелкий. Значит, вот эту вот попку надо подрезать чуть больше. Тогда у нас освободятся все слои, и останется только вот этот хвостик. Значит, вы видели это у меня не раз в роликах, но я не объяснял это подробно. Острым ножом начинаем резать так, чтобы у нас вся луковица держалась за последний краешек. Ну, как бы вот за самую кромку. Не дорезаем насквозь, да? Так как нож у нас имеет скошенный верх, поэтому ничего не стоит сделать движение, видите? И мы не дорезаем до доски. Вот так не надо нам дорезать, да? Поэтому мы раз, и у нас остается самый последний краешек, на котором держится вся луковица, в том числе и хвостик. Он тоже является придерживающей частью. Значит, нож должен быть тонкий, острый и так далее. Многие повара берут по 4 мм себе там такие тесаки, потом, ой, что-то лук не получается нарезать, ребята. Тонкий должен быть нож, тонкий. Дальше иностранцы всегда пестуют за то, что нужно делать надрезы. Тут бабка надвое сказала, там же мы же понимаем, что у нас этот полукруг, и как бы мы его там не надрезали, у нас фундаментально-то ничего не изменится. Типа так написал, так сказал Гордон Рамзи. Вот сейчас мы как раз и... Ну, Гордон Рамзи крутой, авторитетный повар. Что, давайте. То есть мы вначале мучаемся с тем, как он у нас весь задирается. Все, класс. А потом начинаем все тушенковать. Причем, если у вас нож недостаточно острый, вы реально заманаетесь, короче, вот эти вот прорезанные штуки резать. Потому что они свободно болтаются, и они все время там по-своему живут. Джеки-чан. Потом дальше наискосочек нарезаем так, чтобы у нас попка эта была полностью дорезанная. Все. Ну, а вот эту штучку мы, как правило, или выкидываем, или оставляем на бульон. Мелко у меня и так получается без этих надрезов, но тут на ваше усмотрение. Хотите понтануться? Ну, тогда да, вот так режьте, потом вот так режьте, потом наискосочек режьте. Там делайте вид серьезный, и тогда у вас все получится. Пробовать я, конечно же, это не буду. Вы уже сами догадались, да? И я вам подсказываю. Вы не пишите мне там, типа, что это вы, Василий, блюдо не попробовали, а что это блюдо будет без чеснока. Ух ты, какой классный десерт получился. А может быть, нам расскажете, как чистить картошку. Картошку чистить я вам расскажу в следующий раз. Потому что вот, несмотря на то, что вы там любители постебаться надо мной, есть ряд всяких разных вариантов чистки картошки. Вот, но это к следующему разу. Если вдруг я пойму, что в комментариях все время пишут, ну что, давай там сначала, вы же над луком там вначале стебались, а потом я смотрю, что комментарии уже пошли серьезные, с настроением, с таким типа. Ну что, лук-то будем? Черт, а мы там, что там такое? В луке-то интересно. Вот, вот это весь лук, который есть у меня, скажем, для вас. Если вдруг я чему-то научусь еще, я, конечно же, все это вам расскажу. Спасибо за просмотр этого ролика. До свидания.